АПЛОДИСМЕНТЫ На халяву, как говорится, и уксус сладкий. Заодно, думаю, и я отдохну от неё. Серьёзно, антитела накопились. Слушай, она же у меня как вдохновение, понимаешь? Ну её всё время ждать приходится. Пока она этот свой макияж нарисует. Причём, знаешь, она говорит, это всё для тебя. Это для тебя. Я говорю, хорошо, ты для меня рисуй, а я пойду для тебя пока что в футбол посмотрю. Или вот эти, знаешь, стала по диетологам меня таскать. Ну, это кошмар какой-то. Ну, правда, за месяц сбросили с ней 500 евро, но всё равно. А то как-то в выходной день, слушай, она меня разбудила ни свет, ни заря. Представляешь, говорит, любимый, хочешь кофе? Да, говорю, хочу. Она говорит, тогда и мне сделай тоже. Короче, тебе, говорю, антитела накопились. Я её уговорил. Езжай, говорю, отдыхай. Провожал её в аэропорт с таким лицом. Как будто у меня большое горе. Иначе бы она не улетела. Даже когда самолёт взлетел, я ещё улыбнуться не мог. Ну, как, почему, думаю, сейчас увидит, с парашютом выпрыгнет, скажет, соскучилась. Но она не выпрыгнула. А значит, правильно, да здравствует свобода. А у меня на случай свободы был один телефончик по имени Юлька. В кафе познакомились. Ну, натуральная блондинка. Ноги от груди. Мозги, конечно, на бекрень. Но зато вот такие вот большие глаза. Вот такие глаза, которые нежно-нежно смотрят друг на дружку. Не, она сама меня закадрила, да. Она подошла мне и спрашивает, говорит, вы, говорит, не посоветуете, который час? Вот такая девчонка. А я говорю, так, знаешь, я говорю, а вы, говорю, не возражаете, если я не буду курить? Вот, короче, забил ее номер к себе в трубочку. Не, я пони... Не, я согласен, конечно, жена это святое, я согласен. Жена это как родина. Жена это как хлеб. Правильно? Да, да. Но иногда хочется булочку. Короче, я забил ее номер телефона на всякий случай, и вот он случай. Правильно? Вот. Ну, думаю, первый вечер надо дружкам посвятить. Витьке и Петьке, потому что с ними никак не могу встретиться. Жена их не любит, потому что они холостые. Потому что, знаешь, она их называет стая товарищей, а когда не в настроении, она их называет банда единомышленников. Ну, тут, короче, мы с ними хорошо посидели, вспомнили молодость, вспомнили самое главное. Знаешь, что? Вспомнили, что в вине сила, в пиве, правильно, смысл, в водке мудрость, а в воде, правильно, в воде одни микробы. Согласен, да? Молодец, вот. И хотели еще коньяк выпить, но Витька говорит, я больше пить не буду, у меня, говорит, уже в ушах звенит. Ну, Петька его успокоил, говорит, а ты не отвечай. Вот. Короче, на следующий день я чуть на работу не проспал, серьезно. Ну, вечером, думаю, сейчас я Юльке позвоню, прихожу домой, раковина на кухне засорилась. Представляешь? Ну, ты знаешь, у меня руки золотые, я быстренько это колено разобрал, вот. И понимаю, что руки у меня золотые, но не оттуда растут, понимаешь? Вот, собрать не могу, весь пол залил, короче, кое-как ночи собрал. Думаю, ну ладно, на следующий день уж точно я с Юлькой встретил. Вот, да, прихожу домой, у квартиры соседка стоит с нижнего этажа. В глазах немое кино, оказывается, я ее немножечко затопил. Я ей говорю, сейчас успокойтесь, говорю, у меня на этот случай, говорю, коньячок есть, сейчас, говорю, все проблемы решим. Вот, после третьей рюмки она забыла, зачем пришла, стала мне жаловаться на своего бывшего мужа, как некрасиво он ее приревновал. А у меня, говорит, он натянул ей на голову этот сапог и молнию застегнул. А она, говорит, ну я ему, говорит, практически не изменила, я, говорит, просто мужика пожалела одного. Потом еще одного. Потом еще, я, говорит, вообще мне, говорит, мужиков жалко, вот, я, говорит, так мужиков жалею, я, говорит, даже когда огурец режу и то плачу, вот. Ну она жалостливая, да, такая жалостливая. И вот, говорит, вот жизнь такая, говорит, вот, говорят, 45, баба ягодка опять, а мне, говорит, 41, а я уже баба мандарин. Вот. Ну, короче, опять вечер я потерял. На следующий день шеф мой, говорит, говорит, слушай, Калюня, говорит, можно, говорит, я у тебя вечером со знакомой встречусь, говорит, я знаю, у тебя жена в отъезде. У меня уже зла не хватает. Ну куда мне деваться? Я так сказал, говорю, у меня там раковина засорилась. Он, говорит, нам раковина не нужна. Мы, говорит, с ней на диване в комнате посидим. Пару часиков стихи почитаем. Слушай, я ему даже позавидовал, представляешь? Человек может два часа на диване стихи читать. Не, я бы и пяти минут не продержался, серьезно. Вот. Ну, короче, они мне залили диван шампанским. На следующий день теща пришла, Марта Кондратьевна. Ну, тоже, молодец, знаешь. Все на диване пенится, это пузырится. Я говорю, мама, это, говорю, шампанское. Не верите? Лизните и убедитесь. Ты зря смеешься. Она лизнула, да. Убедилась? Я говорю, тогда вот вам стул и тряпочка. Говорю, сидите и молчите в тряпочку. Ну, короче, все, последний вечер. Я, 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 а у меня уже все кипит, понимаешь? Уже завтра жена приезжает. Я, у меня зла не хватает. Я, короче, этой Юльке позвонил в последний вечер. Собрала тут все вот это вот, что у меня накопилось. И говорю, я ей говорю, Я говорю, Юля, говорю, Слушай, говорю, Юля, Как ты мне за эту неделю надоела? Вообще, говорю, больше никогда мне не звони. Я отключился. Правда, она мне и так никогда не звонила. Ну, на следующий день жену встретил. Поцелуи. Объятия телом чувствую. Соскучился. Дома, конечно, шампанское. Опять поцелуи. Жена говорит, я, говорит, пойду за дороги в ванную. И я, представляешь, у меня ума хватило. Я за диван загляну. И вот тут со мной вот этот вот шок чуть не произошел. Представляешь? Я вижу, за диваном футболка валяется. Ну, с такой картинкой, как бы сказать, это не очень прилично. Я так понимаю, что этот мой шеф, когда со своей этой поэтессой стихи читал, думаю, она там свою, у меня футболку свою забыла. Одеваться некуда. Сейчас жена... Я быстренько эту футболочку на себя натянул, рубашку застегнул. И тут жена выходит, говорит, Калюня, а как тебе мой подарок? Представляешь? Мой, говорит, сюрприз, который я тебе перед отъездом оставила. Я даже растерялся, честно говорю. Я говорю, какой сюрприз? Я что-то не понял. Она говорит, как не понял? Я, говорит, тебе футболку купила, говорит, такую эротическую. На диване оставила, а ты, говорит, ее даже не заметил. И вот тут меня пробило окончательно. Я говорю, Маша, как у тебя язык поворачивается? Я не заметил, Маша, твой сюрприз, да? Маша, как, говорю, тебе не стыдно, говорю? Да я, говорю, как в день твоего отъезда, Маша, эту футболку на себя натянул? Так я ее с тех пор и не снимаю, Маша. Слушай, она мне на грудь упала. Рыдает. А я думаю, все, больше тебе никаких Турций. Теперь только вместе везде будем ездить. Вот такой случай. АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕН